МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это уже мой третий визит в красную зону. Последний раз я здесь был почти год назад. Сейчас посмотрим, изменилось ли что-нибудь с происшествием четвертой волны коронавируса. Первое впечатление – нет. Все те же врачи, медсестры и нянечки в спецкостюмах. Те же палаты, те же приборы, кислородопроводы. Только пациенты другие. Но общее ощущение – изменилась атмосфера. Исчезло ощущение страха, непонимания, гнетущей безысходности. Хотя и поводов для оптимизма пока нет. Много поступает заболевших? Достаточно много. Ну, пока мы еще, может быть, не достигли пика, то, что было в прошлом году. Но хочется верить, что и не достигнем. Но, в общем-то, много. Течение болезни вот сейчас, опять же, по сравнению со второй, с третьей волной, сейчас уже четвертая волна коронавируса, тяжелее люди болеют, быстрее заражаются, быстрее развивается болезнь? То есть вот как протекает течение болезни сама? Ну, я бы сказала, что да, болезнь изменилась в том плане, что она быстрее развивается симптомы. Если в предыдущий сезон все-таки было время какое-то, мы видели развитие болезни, допустим, на 9-10, то где-то там, допустим, максимальное количество симптомов было на 12-е сутки, то сейчас это может быть достаточно быстро, и на 3-й, на 4-й день люди поступают уже большим поражением легких, до 100%. В настоящее время у нас находится пациентка со стопроцентным поражением легочной паренхимы, ей всего 51 год. Она была привита или нет? Нет, она без прививки. Выписывается от вас больше, чем поступают пациенты? Ну нет, последние несколько дней у нас пациентов поступает несколько больше, чем выписывается. Это понятно, что это все не очень хорошо. Вы эту ситуацию связываете с чем? Ну, я однозначно эту ситуацию связываю с низким уровнем вакцинации, это точно. И, конечно, с тем, что заработали детские коллективы, школа, детские сады, то есть появились помещения закрытые. Конечно, сейчас очень много детей болеет, которые сами-то в больнице, может быть, лежат не так часто, но, тем не менее, могут заражать полностью семьи. В этот раз в красную зону я попал в обеденный перерыв. Впрочем, он не для медперсонала и уж тем более не для журналиста. Но не познакомиться с меню я не мог. А что сегодня на обед? Пожалуйста, на обед сегодня рассольник, гречка очень вкусная, свеколка, салат витаминный и компотик. Милости просим к столу. Нет, спасибо уж, лучше вы к нам. А вы сами пробовали? Нет, еще. Сначала больные, потом все остальные. Поэтому пусть кушают и поправляются. Ну, а для врачей и медсестер обед потом, не по расписанию. У вас смена сколько длится? Смена всегда по-разному. Ну, в зависимости от того, сколько пациентов поступает, какой тяжести пациенты, что происходит в отделении. То есть можно как бы управиться там за 3-4 часа, а можно затянуть прямо на весь день. Ну, вот ваша последняя смена, сейчас вот вы на работе, сколько длится ваша последняя смена? Ну, вчера я вот приехал на работу к 8 утра, потом остался на ночное дежурство, и вот сейчас продолжается следующая дневная смена. Ну, само собой, из красной зоны выходим, там на отдых перекусить, вот и обратно. То есть вы здесь уже больше 24 часов, получается? Ну, получается, да. Если кто-то не верит, что это тяжелый труд, мы, да, всегда милости просим, двери всегда открыты. Вот, можете прийти, как бы, на собственном пути попробовать, как это работает, как работало с летом, когда на улице 35 было, здесь, наверное, под 50 было. Ну, вот. Мне кажется, после этого, ну, были у нас волонтеры, недолго они задерживались. Ну, вот, и как бы сейчас, сами видите, кроме медперсонала, больше здесь никто не работает. Для вас самое тяжелое что? Для меня самое тяжелое это наблюдать то, что пациенты не выздоравливают. Вот это самое тяжелое. А так, условия труда, это, конечно, это все не так сложно. Уже ко всему привыкли. Главное, чтобы люди выздоравливали, не умирали. Вот это основа. Ну, вот на вашей смене, ваше дежурство, тяжелые больные уходили из жизни? Ну, сегодня в 5 утра. Пациент скончался. Мы расстраиваемся, переживаем тоже. Ну, сейчас это довольно часто уже происходит. И какой у вас запас таких вот мешков для того, чтобы уже провожать в последний путь людей? Ну, запас-то у нас есть всего, в том числе и мешков, но в последний путь провожать, конечно, никого не хочется. Очень это мне лично, я думаю, многим тем, кто давно уже здесь работает, это больно, обидно и досадно, что приходится уже сейчас, когда и вакцины, и пропаганда такая, все равно приходится провожать в последний путь. За жизнь каждого пациента врачи и медсестры борются до последнего, используя все методы лечения, чтобы вытаскивать практически с того света самых тяжелых пациентов. Здесь вот я вижу, что подключены два баллона, воздуховода, назовем их так, да, кислородопровода. Почему два? Ну, к сожалению, некоторые пациенты болеют настолько тяжело, что для обеспечения достаточной жизнедеятельности не хватает одного потока кислорода. И у нас специально в реанимации выделена даже вторая линия, которая позволяет нашим пациентам увеличить, скажем так, поток кислорода. Они получают его из двух точек. То есть максимально мы увеличиваем практически до 30 литров в минуту. Настолько тяжело протекает заболевание. А сколько вам вообще в среднем расход кислорода у вас идет в сутки? Я не знаю, как вы считаете. Ну, знаете, я даже не знаю, на какую вам цифру назвать. Но могу сказать, что это происходит. У нас приходится в течение дня несколько раз подъезжают у нас машины, меняют баллоны. То же самое ночью у нас круглосуточное дежурство по кислороду. И также круглосуточно в красную зону поступают новые пациенты. Очередная скорая подъехала к приемному отделению во время съемки репортажа. Пока места для новых заболевших есть. Ирина Анатольевна, вот здесь вот я вижу, что есть пустые кровати. Почему? Вы же говорите о том, что мы практически полностью заполнены инфекционное зрение. Эти кровати освободились, потому что пациенты, которым стало немного лучше, они у нас переводятся для дальнейшего лечения в перинатальный центр. Только поэтому вы видите эти пустые кровати. Ну что ж, тогда из красной зоны инфекционного отделения идем в перинатальный центр, который с 1 октября перепрофилирован в ковидный госпиталь. Сюда пациентов с коронавирусом переводят на долечивание. Честно говоря, здесь я испытал больший шок, чем в инфекционном отделении. Ведь это роддом. Но здесь не слышно младенческого плача. Не видно женщин, готовящихся подарить жизнь новому человечку. В палатах взрослые люди, борющиеся с коварным вирусом. В коридорах и на постах неанатологи, детские медсестры, акушерки. Еще вчера они приводили в мир крохотных мальчишек и девчонок. А сегодня все как один в одинаковых белых скафандрах, респираторах и очках помогают справиться с болезнью ковидным пациентам. Так, это Дарья, наша новая операционная сестра. Она к нам устроилась в августе. Из Саратово приехала прекрасно, поработала в течение каждого дня, на каждом кесаревом течение. Но сейчас она у нас здесь. Это у нас, это я даже благодарю, длинула. Это наша детская сестра Елена Степанцева, тоже большая молодец. Это тоже детская сестра. То есть они занимались лечением новорожденных. Вот. У них сейчас такой путь. Но вот вы занимались лечением новорожденных. Вы работали с мамами, с ребятишками, с малюсенькими совсем. И вдруг, и вдруг, закрывает перинатальный центр, да, и вдруг вот так вот. Вот какие ваши ощущения? То есть это что для вас? Для вас это что? Это что-то новое в любом случае. Что-то новое познавать это тоже неплохо. Страшно? Ну, есть немного, но это не совсем страшно. Сейчас это уже не новое, потому что мы уже закрывались, мы уже как бы работу знаем. Первый раз, да, было страшно. Сейчас это для нас уже как бы, ну, куда деваться это надо. Мы медсестры, мы и там, и здесь, мы на передовой. Мы работаем. Да, там были новорожденные, здесь совсем другой контингент пожилые, которые тоже требуют любви, внимания, да, к себе. Несколько там таблетки, уполы, они требуют, чтобы мы с ними общались. И с ними были на одной волне, так скажем, да. То есть помогать им и душевным, да, и словом, это тоже для них большое лечение. Я смотрю, вы так с оптимизмом ко всему относитесь. Конечно, конечно, ну, а что делать? Куда деваться? Мы медсестры, мы работаем. Скажите, ваше самое большое желание сейчас, чтобы что? Чтобы все выздоровели, чтобы все вылечились, и чтобы больше не было ковид-19. Чтобы мы опять пошли работать в наш любимый роддом. И принимали женщин, детишек, и все было на том же уровне. Поэтому надо прививаться, наверное, всем, да. Пока же желания сотрудниц перинатального центра остаются лишь мечтой. Заболеваемость коронавирусом растет. Новые пациенты поступают ежедневно. Но в роддоме, ставшем ковидным госпиталем, верят, что рано или поздно все закончится. И здесь вновь будет дом, где появляются на свет новые жизни. Существовали и тогда, и сейчас существуют, и будут существовать опасения у женщин, что ну как же так, вот ковидный госпиталь, а потом мы приедем туда рожать. Здесь такой момент, что собственный роддом, как вы видели, подойдя к зданию, он не трон. Там нет больных пациентов. То есть там, где находились послеродовые палаты, родовые палаты, операционный блок, палаты патологии, это все законсервировано, это половина предстоит пустая. Здесь была территория гинекологии и территория обсервации, которая у нас не работает. Опасаться будущим мамам нечего. А вот как скоро в стенах Зареченского перинатального центра раздастся первый крик младенца, зависит от каждого из тех, кто верит в теорию заговора с коронавирусом, не носит маску и отрицает вакцинацию. Продолжение следует...